Машины привозят соль из солончака, вот эти грузовики сюда, вот она здесь у нас, это соль. Когда привозят соль сюда, то здесь она хранится. Вот они, кристаллики соли, они уже почти сухие, и их привозят вот сюда, вот эти мешки, мешки с солью. О, здесь 150 килограмм соли. Теперь, с этой палой, они отмечают их 15-20 минут, для того, чтобы она сухая. Я здесь подсушиваю еще минут 15. Дальше, они вставят ее на машину, с иодом. Иодом мы importаем из чили, и 1 кг, почти 100 долларов, и стоит 1 кг, около 7000 кг. Соль из чили, и здесь все только измельчают. una vez que está la sal fina, тонкая соли же, colocan dentro de esos sacos de plastico, складывают такие пакетики и запечатывают на линию. Вот так. Так вот. Так вот, у нас есть соль. О! Здесь у нас пакетик соли. О! А я могу купить? Да! Вы можете купить. Каждый стоит 1 боливиан. 1 боливиан? Да! Но если вы хотите купить по количеству, 50 кг, 15 боливиан. 50 кг, 15 боливиан. 50 боливиан и 50 кг. Да, здесь вот. Внутреннее употребление здесь, в Боливии, не на экспорт. А пара экспорта добавляют йод из Чили, да? Да. А это из кон-йода. Да, саль-йодада. Саль-йодада. Угу. 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 линии из таких блоков построено все во время дождливого сезона водой заливается солончак и потом вода испаряется и вот образуются такие вот сухие каменные такие сухие камни соли это уже солончак соляр де у юни самый большой в мире вода на склады вот он такой большущий вот там грузят грузят работает грузят соль грузится в машину несем же по солончаку и прямо по соли он так и говорит что карбонент лития здесь есть так что для литийого батареек еще как взлетая полоса ровно-ровно солончак а а а а а а а где день по день, час, 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 час. О, какие фонтенчики. Они идут. Вот так. Ты хочешь подниматься? Ага, да. Без проблем. Здесь фонтенчики идут. День по день, минут по минуту, что вода из здесь, которая сходит, идет на место более низкой. Это где находятся монтики. Теперь, когда этот пункт светлый, это очень легко запиливать. Поэтому люди работают в этом пункте. Теперь эта фонта... Вот. Гид говорит, что здесь, кто здесь работает, даже принимает процедуры, как ванны, как бальнеологические такие. Вода очень соленая. И хорошо для... Против травматизма, против всего остального. Вот так он. Вот так ему пальцы в соли стали. Вот так он. Буль-буль-буль-буль. Буль-бух. 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 Ну, пока. Буль-бух. Как будто чилины и соты. И уделяется газ СО2. И уделяется газ СО2. СО2. ПОИТЕЛЬЯnо. То есть, А Scania? Та. Это идут? BBC. Вот это Телесоли, Телесоли в полности. Вот приехали на остров Инков. Такая соляная пустыня, с водой по воде ехали такие жуткие кактусы. И ламы ходят. Лама улеглась. Эти кактусы растут всего сантиметр в год. То есть им вот тут по 400 лет может быть и больше. Такие цветочки как на нашем прямо. Птички поют. Такой остров. Так, люди здесь идут. Здесь мы будем обедать. Там наши машины стоят. Как будто лед или снег. И беливийский флаг, как светофор. Вот такие цветки кактуса. Белый пляж называется, но все из соли. Похоже на лед или на песок. На этих кактусах бывают фрукты. В феврале, в марте. И они съедобные, сладкие. Здесь было древнее море. И этот остров это подводный вулкан. И вот поэтому здесь кораллы и все. Море потом ушло. Вулкан извергался. Была лава. Вот это остров. Катар подводного вулкана. Маленькая кальдера вулканическая. И извержение. Вот так вот мы ехали тоже на машинах по воде. Как они сейчас едут. Оттуда мы пришли снизу. Катар подводного вулкан. Это особо не сидит. С Garagot. Иге-герог. Катар подводный вулкан. Вот так вот уже. Где-то готов. Играем переулкан. Такие здесь горы со снежком и уже прохладнее. Весоса. Такие дороги не успеют. Ставьте этой горы. И вот мы так едем на такой машине. А вот этот вот мох растет 3 миллиметра в год всего. Воскресенье. Ах, вверх есть другие, нет? Нет, другие, нет? Вон и вверх. В пакет. Аааа, я искал, искал. Где? Ааа. Я исключаю видео. А, это... Это... Бескетчо. А, это камуфляда? Да. Они очень вкусные. Да, вкусные. Угу. Каси ебре, да? Да, каси ебре. Ебре в Европе? Да, ебре в Европе. Да, ебре в Европе. А, да. Лагуна глубиной не больше тридцати сантиметров. Гансанс Гриттен? Минус. Ой, фламинго полетели. Полетели. Вот такая лагуна. Под дождем сантимго. В этой лагуне много серы. Сульфа. Много серы. Вот здесь 4800 и даже немножко снег. Зима летом настигла и здесь. Вот приехали на лагуну Колорадо. Там поселок, который занимались электрификацией Боливии. Поселок электростроители. Теперь там живут и люди, и туристы иногда, чилийские бэкпекеры останавливаются. А это вот лагуна Колорадо называется. Она от солнца разного цвета бывает. Стало Рохо. Да. Колорадо означает Рохо. Рассада. А здесь она более такая голубая. Но она тоже не глубокая. 40-45 сантиметров. Это глубже, чем остальные. Но всего лишь вот так. Местные фламинго. Еще гуси есть. Она такая красная. Расцвечивается в зависимости от того, где находится солнце, и как его лучи падают на лагуну. Запах серы достаточно сильный. Сероводорода. Фламинго все нипочем. Поют еще. Кричат. Вот я на 5000 метров. Высота 5000. Привет Эльбрусу. Снежок. Хоть здесь сейчас и лето. А зимой тут его полно. Их зимой. Вот так. 5000 метров. Там вот у Моролы идет испарение. Гейзеры. Немножко пахнет серой. Вот так. А это не гад, кроме не мог газа. Это Пумарола. Ах, не надо. А это не гад. Где он? Где он? Наинфиг. не знаю, не знаю, не знаю Это не натуральные фумаролы. Здесь теплая земля. Привет производителям теплых полов. Это все есть и в природе. Вот, хоть погреться, а то холод, утром такой собачий холод здесь. Это еще лето. И вот что здесь творится. Вот такие геотермальные. Источники. Там еще. Вот, вот. Делаю тесточник. Покупай, вот, сон. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это зеленая лагуна, в ней нет даже фламинго, потому что в ней мышьяк и другие ядовитые соединения. А это вот вулкан самый красивый, на него ходят альпинисты и андинисты. В нем кратер глубиной 8 метров с водой, тоже наполненным химическими соединениями. А там вот белая лагуна, там есть фламинго. Вот так, вот так, вот так, вот так.